ребят мы в краснодаре до сих пор еще нас отсюда что-то метло не выгонишь дай но мы чудо тут как-то слишком участились вы ниже так часто не ездили вот сейчас только с димой обсуждали ягар что-то мы это под ухайдакались плане количество съемок блин и на прошлой неделе сняли 4 обзора контента уже нет он весь выпущенный в общем шпарим не по-детски как и обещали вы просили снять и подушки друзья мы уже вам делали подушки когда был карантин когда было все закрыто но не всем заходят такие варианты обзора честно вообще думала что мы будем снимать только возле вот этой стойки увы нет друзья не особо удобно плюс больше части нет поэтому дмитриевич мы будем перемещаться пойдем а нет можно сначала вводную дам как обычно мат часть подушки в икея делятся на синтетический наполнитель и натуральный наполнитель синтетический наполнитель вот здесь есть такая волшебная табличка искусственный наполнитель это микрофибра это пена полиуретам и это леоцел натуральные волокна это пух и перо кстати касаемо натуральных наполнителей их точно также можно стирать как синтетику на 60 градусов единственное что нельзя стирать это пена полиуретам только чехол них для стирки поеднозначен и все дальше когда убираете подушку вы должны исходить из потребностей своих как вы предпочитаете спать на спине на животе вы ворочите постоянно если вам вы спите на спине вам нужно подушка повыше если вы спите на животе подушка потоньше а если вы пирк-мырк все время то значит вам нужна эргономичная подушка это мой афоризм пошли снимать так погнали первая подушка лунтаров подушка низкая наполнитель перу и утиный пух 999 рублей подушка для сна на животе поддерживает голову и позвоночник пера 90 процентов ухо 10 чем больше пуха тем более воздушная подушка общий вес 920 грамм общий вес наполнитель 810 грамм не забываем что действие такое же правило как с одеялами 14 дней с момента покупки кроме подушек слен любую из подушек вы можете вернуть подушку можно стирать стиральной машинке наполнитель плюс хлопковая ткань способствует больше стиркуляция воздуха я скажу так для натуральной подушки это очень бюджетный ценник единственное что обязательно нужен наперник потому что будет чувствоваться перо вот даже просто рукой глажу я чувствую перочки это не комфортно это лутарф низкая тысячи рублей лутарф высокая здесь 90 процентов пера и 10 процентов пуха чехол у нас хлопковый это высокая подушка для сна на боку либо на спине когда нужна более высокая поддержка соответственно тоже обязательно нужен наперник не любите наперник одевайте друзья две нововолочки вот я пытаюсь понять где у этих подушек замок вот не нахожу я для того чтобы можно было снять чехол и постирать поэтому вообще иметь ввиду что вы не собираете заморачиваться стирка подушки обязательно девать на первую подушку тогда будет чисто дальше гулька в это утиный пух с пером пера здесь 40 пуха 60 то есть понимаете да чем больше пуха чем она вам душные нижние оттуда ребят и разница в цене хлопковая ткань соответственно дает циркуляцию тонкая подушка низкая для поддержки головы и позвоночника форму держит до фото туда туда разнодавил ее от она осталась потом уже не хранить роганому не относится вот подушка которая ушла за 1300 мне прямо чувствую каждый пешку смотри даже ты за основном она из перед ухо мало дальше так лукавая низкая это тоже самое высокая она же цены нет но при условии что-то стоит 3 500 в районе 4 должна на 3 9 9 не меньше вообще вот если вы хотите хорошую натуральную подушку ребят не экономки не забываем что 14 дней 14 дней вы можете проверить насколько хорошо спится новой подушке или под новым одеялом что-то вас не строить на меня и подушка делал другие модель мне даже скорейки медов а дальше тоже натуральная подушка берберг вен здесь у нас уже а значит внешний слой утиное перо утиное перо 90 процентов пуха 10 внутренний слой наполнителя 40 процентов пира и 60 пуха значит у него должен быть что замок а шиш замок нет то есть она получается нас ребят двухкамерная здесь в верхнем слое прослойка и нижняя ну стоит она уже 5000 ее вот вы точно без дополнительного чехла не оставите стирать это уже можно на 60 градусов и суши на машине точно такая же низкая бервен и кстати заметь они не шуршат в отличие от дьявных шороха нету это низкая точно такая же разница в весе здесь 785 наполнителя а в тонкой 580 то есть на 200 грамм разница так это касаемо натуралов брак фактически у икеи 3 отличаются они именно плотностью ну и количеством пуху пера отсюда и цена эргономическая подушка клуба б споры 3000 рублей даже можно ее не разбирать вот он рисунок чехол два слоя пенополиуретана эффект памяти поддерживает голову плечи снимает мышечное напряжение к ним нужно привыкать осенняя прослойка это гель она для подушки того чтобы она была прохладная не знаю кто как я люблю спать на холодной подушке пенополиуретанный гель изготовлен из одного и того же материала благодаря разной плотности у них различные свойства давай искать замок неужели в самом деле вот вы как их прохладный сейчас смотри то есть вот он тонким словом нанесет но он именно охлаждает очень комфортно она схеме у кого-то там прям отдельно можно подрали точно не подрали это эргоном головой ложится не буду но понимаешь то что все таки они так уже за 3 потерт и сильно дальше мы в эргономе эргономическая подушка для сна на боку называемся мы практ в 3000 пенополиуретан с эффектом памяти вот он слой пенополиуретана целиковый в чем разница это уже классическая форма подушенцы прям классическая то есть это для тех кому нужен эргоном но нет я на такую спать не смогу я люблю помягче она вроде бы проминается кстати вот так покупать подушку неправильно подушки нужно поспать вот так рукой сжимаете вроде нормально голова у вас идет с другой нагрузкой и у вас получается будет затекать шейф там дальше вы не проводите это она же то есть они прям вот выложены в рядочек одна и та же подушка она же она же просто надо же объем создать кстати она идет по акции цена ниже а мы сейчас ее это растягиваем вот смотри у нее внутри получается пенополиуретан с камерой в чехольчиком люди прям сминаются да и здесь еще прослойка теплушки то есть дополнительный слой мягкого а здесь полноценная подушка пенополируетан поэтому чехол может спокойно стирать а ткань хлопок и леоцелл поэтому будет комфортно летом вы видите насколько сминается то есть это для более крупных людей и либо вот кто так предпочитает спать потому что кто на животе или на боку не особо комфортно так а вот они кстати их можно повертеть я все искала замок не нашла буквально не нашла в принципе все они здесь и есть наверно зря я так сказала так прокворот прокворот мы смотрели что я не видно мелькула как-то странно выставку устроен то ли нет этих подушек мельклока 41 на 61 универсальная эргономическая подушка слой пенополиуретана он здесь двойной по описанию гель здесь дополнительно охлаждающего нет подушка для сна на спине короче для сна на спине ложится подушку меньшей стороной вверх то есть вот этой на спине а это если вы получается на животе что ли спать на боку кладите подушку большой стороны вверх скос образует удобный карман для плеча обеспечивая хорошую опору для головы мышцы шеи снимаем мышечное напряжение то есть она получается двухсторонний этот выступ это для шеи а это выступ для другого положения не знаю для меня пока спорно кстати уж кто уже таким подушками пользоваться рассказывать как он это аналог королейки она всегда продавалась копина полиуретана называть сейчас раз и стерн кто может сразу скажу на ней спать кто не может вас помню прижасе покупали да здесь вот именно этой эргономичной формы так ей нужно привыкать на соответственно на нее навыки же они подберете те которые вам хочется вы уже ограничены только тем выбором которые есть дальше мы зашли в синтетику о чем разница синтетики вот смотрите есть наполнитель из микрофибры очень легкий мягкий похож на пук есть из пены полиуретана мы с вами уже про него проговорили и наполнитель из леоцелл это материал на основе древесного волокна вообще фактически отрицкали простой выходе подобен по электронному волокну пошли разбираться так детская подушка лен для грудничков той толще и не надо именно для малышариков спокойно 3 лет дети на таких подушечках спят навыки есть в этой серии отдельно самая дешевая подушка с лен сразу скажу она не для сна здесь скомкованный наполнитель это либо думочка когда мы в чехол запишем 50-50 либо друзья мои это мешок у вас со сказками что я имею ввиду это наполнитель для детских игрушек что девчонки шьют куколок тильды зайчиков и прочее используют часто вот этим то есть покупаются да очень удобно если занимать мало по роли шок используем как наполнитель спать на ней я не рекомендую сильно потеет голова лифты в ней вообще проваливаешься то есть ну неудачный вариант подушки ну определенный плюс у него и дальше идем по синтетике ла по теле 349 вообще сразу скажу вот подушки у икеи вот они как были так и есть только добавили этих эргономов а так вот это раньше назывался на альп не помнишь ассэк асквэк ассэк был как-то по-другому но суть в общем ладно в общем что у нас да шариковое полиэстерное полотно то есть тонкая быстро скучивается и она становится еще тоньше иметь это ввиду потому что и даже вот так трогаешь по ней прям вот вот комочки но это прям бюджетка либо деткам после трех когда нужно тонкая подушка это еще была толстая вот это лопатель низкая совсем тонкая подушку дожди лопатель как-то них так странно лопатель опять лопатель это лопатель низкая то есть она еще xr к подушка называлась то есть она еще тоньше ну ребят я вот и страну на постоянку это не рекомендую либо если вы любите попользоваться год подушкой на выброс тогда вариант более-менее подходящий дальше в артре вот здесь уже более-менее равномерный наполнитель здесь у нас вискозы полиэстер то есть она больше похоже на натуральную ворте делится тоже на высокую и низкую должна делиться да то высокая ворте 1000 а кстати господи популярная была подушка в районе 800 рублей вот ворте ее аналог то что часто же спрашивают что на какую заменилась знаете как кстати легко найти если вы помнили примерно сколько стоил ваша подушка вот новые подушки у которых просто тупо сменили как дима называть его шильдик ну верлочек дороже рублей на 100 вот плюс-минус в этом диапазоне ворте тонкая то же самое то же полиэстерное волокно тот же наполнитель только его меньше то есть тонкая толстая вы уже поняли чем отличается больше там никаких отличий вот она опять же ворте смотрите какие интересно сделала ощущение как будто подушек выбирать замаешься да не на самом деле есть еще кое-какие подушки которые нужно будет то есть там они представлены мы здесь еще снимаем по бюджетнее аналог ворте на бюджет не вильдин подушку в чем разница ребята наполнители здесь наполнитель именно такой вот шариковый который конкурится поэтому из синтетических от ворте сейчас еще одну подушку покажет вильдин не делится по плотности он делится по размерам 50 на 70 единственная в кей подушка 70 на 70 точнее 68 68 тоже вильдин и со временем она очень сильно комкуется то есть очень много таких уфтов появляется прям комков-комков это кстати не является гарантия то однажды клиент обращался по этому поводу нет друзья мои это естественный износ дальше едем скокс фрэн вот кстати к скокс фрэн разумалю вот убить и вырубил не назвать помню скажу вот тоже одна из неплохих синтетических подушек чехол здесь уже хлопок с лиоцеллом то есть у вас комфортно все дышит и она более-менее не так конкурится но все равно вот вот прям видно да как грыжа вот эти вот шарики и со временем они еще больше начинают комковаться это высокая подушка стать и приходить такую не особо комфортность так скокс фрэн вот еще скокс фрэн тоненькая после стирки часто подушки желтеют синтетически имейте это ввиду поэтому чехол я рекомендую к любой из подушек но и не забываем про 14 дней которые кей дает но пользоваться надо теми благами хоть какими-то благами которые нам даются так здесь неведомая верушка лежит здесь по моему до вильткор мы про нее уже говорили и сейчас хочу посмотреть сели мы подушки охватили нашим зорким взглядом да тоже вильткорн в принципе друзья подушки нет вильтавит провелить корни хотел сказать и это аналог хэмптона кто любил подушки хэмптон вильткор один в один ребят прям вот как говорится рубель в рубель а тоненькая это мягкая подушка да а толстая подушка это в общем раньше была тонкая сейчас высокая низкая раньше была плотная и мягкая мягкая это тонкая подушка низкая подушка а плотная подушка это высокая подушка вот так они сейчас делятся значит дальше у нас будут все подушки эргонома, про которые мы вам уже рассказали. А, еще один эргоном-подушка. Сколько слег? Ну, знаете, такой вот породина эргонома, но есть клиенты, кому удобно. То есть это знаете для чего? Когда ты не рукой вот это вот сминаешь вот так, да? И она выпрыгивает, а для тебя уже смяли. Это вот для этих целей. В принципе, Дим, тебе есть что про подушку добыть? Добыть так же, как я и делала. Ну, еще не понимаю, да? Но Дима везде ездит со своей подушкой. У тебя вот такого подобного плана. Кстати, а куда она делась? Пойдем-ка поищем. Они ведь тоже были. Сейчас мы еще одну подушку поищем. Диму подушку мы не нашли. Это пенополиуретан размером 50 на 70, когда не целиком пенополиуретан, а такой стружечкой. Она на сайте есть. Нижнем она есть. Здесь почему-то нет. То ли ее ребята не выложили. Но тут, что надо, нет, туда нет. Подвожу итог по подушкам. У Икеи большой жирный плюш, что вы можете попользоваться подушкой и сдать, если она вам не подошла. Единственное, не подходит вам, если вы живете в другом городе, либо, допустим, посредники, вы не успеваете, да, что, допустим, у вас две недели, а ее еще нужно отвезти и сдать. Поэтому данная услуга больше подходит для жителей, у кого Икеюшка под копушкой, когда можно сдать все это дело. Если не хотите заморачиваться с уходом, берите синтетику, выбирайте именно по описанию плотности. То есть должно быть максимально большое количество натуральных материалов. Не наполнителя в чехле, потому что спать вы будете на чехле. Ну и вот вы уже поняли, да, что бюджетно это большие и крупные шарики, которые со временем комкуются и станут все неудобно спать. Если берем натуралку, то обязательно должно быть побольше пуха, да, это уже не дешевое удовольствие. Если вы вряд ли будете стирать, поверьте мне, вы скорее всего будете сдавать ее всем чисто. С подушками пенополиуретановыми нужно подружиться. Кто-то может спать на них, кто-то не может спать. Они подходят не всем. Вот такой вот экскурс в подушке. В принципе, я повторяю все те же свои слова, которые говорила вам еще в апреле. Новых подушек не появилось, но вот была необходимость для многих подписчиков, чтобы мы сняли еще это дело в магазине. Поэтому пишите, у кого какие подушки, кто чем пользуется, что нравится, что не нравится. Оставляйте свои отзывы, потому что подушка это еще такая специфичная вещь, ее нужно умудриться подобрать. Вот я своей подушки еще до сих пор не подобрала. Стандартно лайк, дизлайк и несколько слов в ваших комментариях. Диванной критики писать не забывайте, вы нас мотивируете, мы с вами растем. Нет, мы растем, они остаются. Ну да, мы растем, а вы на месте остаетесь. Но вы нас мотивируете. Пошли дальше снимать. Угу.